Амбуаз В хрониках это место упоминается с 504 года н.э. Сам город возник в XI веке вокруг укреплений, охранявших переправу через Луару. Здесь в домах постройки XI века до сих пор живут люди. В древней церкви Сен-Дени служат мессы, и часы на ратуши ведут отсчет времени. Уже ради этого неспешного времяпровождения можно было бы приехать в Амбуаз, привлекательные прекрасным видом на реку и своей неповторимой атмосферой средневекового города с прекрасно сохранившимися постройками тех далеких рыцарских времен. Нет, современные имитации рыцарских доспехов, правильно значительно меньших размеров, можно увести в качестве сувенира. Настоящие доспехи посетители могут увидеть в королевском замке Амбуаз. Это лишь остатки замка, разрушенного волнами французской революции. И именно сюда стекаются туристы, поклонники седой старины. В том числе и наши дорогие соотечественники. Поднимаемся на парковке минус 1 или на плюс 5 этаж. Это ничего нового не выдумали. Мы с вами видим пример образцы такого подъемника здесь, в Амбуазе. Ну что же, зайдем с ними под эти древние своды, прослушать историю о былом. Поспешая в замке Амбуаз на игру в яблоке, своеобразный теннисный турнир средневековья, король Карл VIII, ростом всего метра 60, умудрился удариться головой о дверной свод, и через несколько часов умер. После чего родился нехороший исторический анекдот, и желание кланяться стоило королеву жизни. В средние века замок разделялся на три двора. Главный двор, задний двор на юге и третий двор на западе. От всего этого ансамбля к нашему времени сохранился лишь королевский дом, резиденция короля. Это зал заседания. Когда-то здесь творилась история Франции. Да, известно, что можно долго смотреть на огонь. Особенно долго, если это огонь королевского очага, у которого королевская семья и приближенные дрелись во время холодов и династи. Экспозиция замка демонстрирует быт того времени, в котором можно услышать ход истории. Вот средневековые бибелияны, созданные на библейские темы. Известно, что в настоящем искусстве всегда можно увидеть современность. Посмотрите, как осторожно, с оглядкой на владыку, трубит этот трубач, предшественник средств массовой информации. И как усердно вторит ему толпа, дабы не быть извергнутыми по этим лестницам в темные подземелья, вкусив кровавые ужасы в Средневековье. Подземелье здесь действительно можно увидеть. И автографы, вкусивших ужасы, тоже. Кузники в камне жалуются создателям бесправедливости и плохое содержание. Историческая достоятельность. А рядом в соседнем подземелье Странная витая лестница без ступеней, ведущая в основании циклопической башни замка. Прообраз подземных гаражей. Винтовой спуск для конных экипажей Королевского двора. Особо почитаемый и особо посещаемый объект на сохранившейся территории замка Часовня Святого Юбера. Олень и рога на крыше часовни не случайность. Вот это история. Во время охоты на оленя некий Юбер вдруг увидел между рогов оленя распятие и понял, что так ему явился создатель. Теперь Святой Юбер объявлен покровителем охотников и любителей убивать животных. В общем, довольно логично. Но не эта легенда и не современные витражи привлекают сюда посетителей. Здесь, под этими сводами, покоится великий итальянец Леонардо из Винчи. Хотя, по самом деле, не покоится. Не потому, что покойник был беспокоен от рождения. Просто прах Леонардо погребен в другой часовне, на неразрушенной, стоявшей на этом месте. Сам Леонардо да Винчи провел последние три года рядом с королевскими апартаментами в небольшом замке Кло-Люссе. Замок по местным королевским меркам неприметный. Именно персоне Леонардо он обязан таким количеством туристов. Леонардо уже в преклонном возрасте был приглашен во Францию королем Франциском I, впечатленным итальянским ренессансом. Четыре года да Винчи прожил в Амбуазе и, если верить легенде, умер на руках короля Франциска. Из королевской резиденции вот ее набросок рукой Леонардо сюда, в Кло-Люссе, вел подземный ход, по которому король в любой момент мог увидеть своего любимца и учителя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok